Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников. И не так давно мы выложили у себя на канале ролик, посвященный радиоуглеродному методу датировки, где речь шла о радиоактивном распаде изотопа углерода С14. И, судя по некоторым комментариям под этим роликом, нам нужно обсудить кое-какие общие вопросы, относящиеся к радиоактивному распаду, без разницы, какие бы ядра или элементарные частицы не распадались. И в качестве примера мы возьмем бета-распад нейтрона. Нейтрон распадается на положительно заряженный протон, отрицательно заряженный электрон, и еще при таком распаде появляется электронная антинейтрина. Ну и вот, давайте себе представим, что мы только что получили какое-то количество нейтронов в ядерном реакторе, или на ускорителе, или еще в каком-нибудь источнике нейтронов. И это количество достаточно большое. И вот оказывается, что через 13 минут распадется с хорошей точностью половина этих нейтронов. Что я здесь показал. Пройдет еще 13 минут, и из того, что осталось, половина снова распадется, ну а половина, соответственно, останется. И таким образом, за каждые 13 минут количество оставшихся нейтронов будет убывать в два раза. В геометрической прогрессии, ну, все-таки этот процесс будет не скачкообразно идти, а непрерывно. Здесь нам надо было бы изобразить такую кривую и написать, что количество, ну давайте его буквой А обозначим. Оно есть А в нулевой момент времени, а здесь у нас должна быть такая показательная функция. 2 в степени минус Т делить на Т со звездочкой. Где Т со звездочкой, это вот эти 13 минут время полураспада. Ну и теперь самый главный тезис. Давайте представим себе, что вот эти исходные нейтроны были получены не одновременно, а ну как бы вот мы тут получили их какие-то давно, какие-то недавно. Все это смешано, вот это первоначальное количество. И распад его будет происходить точно так же. Пополам за 13 минут, еще раз пополам за 13 минут и так далее. Безотносительно к тому, откуда взялись эти нейтроны, как они были получены и сколько они уже просуществовали. В этом смысле мы и говорим, что радиоактивный распад не имеет памяти. Эти нейтроны не помнят, давно они существуют или только что возникли. Каждый нейтрон, ну как бы это такая машинка, которое суждено через 13 минут. С вероятностью одна вторая распасться или не распасться. Следующие 13 минут пройдут, если он не распался. Снова у него есть вероятность распасться или не распасться и так далее. Ну и дальше я бы сказал, на что это похоже. Ну вот у меня здесь монеток достаточно много насыпано. Представьте себе, что я взял их и высыпал на стол. Ну и поскольку я их перемешал, здесь наверное выпала половина примерно монеток орлом, а половина решкой. Ну я бы вот взял сейчас все решки. Отложил в сторону, я это конечно делать не буду, это процесс утомительный. Ну представьте себе, я все решки убрал, здесь остались только орлы, примерно половина от того, что было. Через 13 минут я снова бы все сложил в стаканчик, протряс, перемешал, высыпал. Ну и из того, что было, снова осталось бы примерно половина орлов. Ну и вот таким образом я бы этот процесс осуществлял. Ну разница конечно с нейтронами в том, что распад происходит все время, не тактами, они не ждут 13 минут, чтобы распасться. А все время распадаются, но так, что через 13 минут их половина остается. А в остальном, это вот в точности такой же процесс, совершенно вероятностный, случайный. Нейтрон не знает каждый, распадется он или нет. Они все одинаковые. Но из них через 13 минут половина распадется, а половина останется нераспавшимися. Ну и тут дальше вы можете спросить меня, а там в нейтроне, что тикает и кто бросает свои монетки? Ну на что можно сказать только одно, бросает их природа, поскольку все процессы на уровне вот этом микроскопическом являются квантовыми, а тем самым вероятностными. Так природа устроена. Ну а что касается конкретного устройства нейтрона, то по современным представлениям он состоит из двух, ну так называемых условно нижних кварков, D-даун и одного верхнего. У нижних заряд минус 1 третье, а у верхнего плюс 2 трети, ну и в целом он поэтому нейтрален. А при распаде один из нижних кварков распадается на верхний кварк, вот я отсюда стрелочкой показал, и на так называемый векторный бозон, который немедленно и распадается сам на электрон и электронная антинейтрина. А протон уже является нейтральным, у него нет возможностей никуда распадаться, он легче нейтрона, ну и дальше там есть другие еще законы сохранения в мире элементарных частиц, которые ему распадаться не дают. Так что свойство распадаться, казалось бы, могло бы показаться, что это свойство нижнего кварка, но это не совсем так. Это свойство нижнего кварка в составе нейтрона, а вот в составе протона нижний кварк уже распадаться не будет, он стабилен. А еще в университете в курсе квантовой механики в качестве примера, аналога, решают такую задачу, значит, о частице, летающей между двумя барьерами, задача одномерная. Ну и энергии частицы не хватает на то, чтобы преодолеть барьер, она должна отразиться, пойти обратно. Вот она таким образом здесь живет. Но поскольку частица все-таки квантовая, с некоторой вероятностью, она может через этот банэ барьер, налетая на него, туннелировать. Ну пусть эта вероятность не велика. Значит, она подлетела с малой вероятностью, ушла за барьер и полетела дальше, а с большой отразилась, пошла обратно. Здесь происходит то же самое, с малой вероятностью. Ушла за барьер, с большой отразилась. И вот так она здесь летает. Но вероятность ей здесь находиться между барьерами постепенно убывает, убывает, убывает. И также убывает по тому же самому экспоненциальному закону. Ну, опять же, это только аналог. Как оно устроено там и почему возможно это квантовое туннелирование? Ну как бы, вот оно возможно, потому что природа так устроена. Здесь сказать больше нечего. Ну и на этом месте я, наверное, поставлю точку. А у вас, конечно, имеются какие-то суждения свои, вопросы. И вы можете писать их в комментарии к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok